Ну и интересно просто понять, а что думают родственники Грушников, которых вот, те два человека, помните, которых могут обменять на Надю Савченко. Они-то вообще следят за новостями из Киева, где продолжается суд и где уже скоро должен быть вынесен приговор, после чего и обмен возможен. Наш корреспондент Данил Русаков побывал в российской глубинке, там откуда родом. Один из задержанных российских разведчиков Александр Александров. Добираться сюда нелегко. Российская глубинка со всеми ее прелестями, бездорожьем и северной неприветливостью. Кировская область, почти тысяча километров от Москвы. Это в Киеве весна, а здесь все еще сугробы. Сквозь густой туман проступает указатель населенного пункта, село Рожки. Здесь жил сержант Александров из главного разведуправления Минобороны России, до того, как отправился воевать на Донбасс. Выключайте кабелю. Дом родителей находим почти сразу. Я разговаривать иначе не буду. Отец арестованного ГРУшника даже на порог дома не пускает. Привет сыну с помощью украинских журналистов передавать тоже не особо стремится. Что вы хотите от меня? Да нет, просто по поводу вашего сына хотели поговорить. Я ни с кем не буду общаться. Ни мать, ни отец за год суда ни разу не видели сына, ни одного свидания, даже не пытались получить. Родители Александрова искренне верят, что когда приедут в Киев, их схватят правосеки. Напуганы, да и денег нет. У меня уже и так друзья такие хорошие были, журналисты ваши братья. Виду не подают, но и так понятно, что в душе надеются на тот самый обмен их сына и Ерофеева на Надю Савченко. Просто если президент делает заявление, что обмен будет, мы думали, что как-то... Бога ради, пусть делают это в их власти, не в моей. Это был единственный раз, когда родители и сын увидели друг друга. Репортер «Российской новой газеты» передал видеописьма из Кировской области в СИЗО СБУ, а потом обратно. Я думаю, что в интернете не выложат это. Все у нас хорошо. Если бы зависело от нас, это одно, но там решают дядьки большие. Здравствуйте, дорогие родители. Посмотрел. Очень рад. Тяжело смотреть морально. По переписи 2015 года в Рожках проживают чуть больше тысячи человек. Малое сообщество. Все теоретически друг друга должны знать. Поскольку родители Александрова говорить с нами отказались, попробуем пообщаться с насельчанами. Скажите, пожалуйста, а вы Александрова знаете? Нет. Ну как, нет, у вас же вот сейчас в Киеве его судят. Может, что-то слышали? Ой, не знаю даже. У него родители здесь живут рядом? Они живут где-то, но... А, то есть вы его знаете все-таки? Я знаю. А как он вообще, вот, как человек? Можете о нем рассказать что-нибудь? Я не там живу, а я вот тут только... Ну вы его хоть раз в жизни видели? Ну я раньше видала. Ну а раньше-то какой он был? Ну он нормальный мальчик был, хороший. Хороший? Да. А вот знаете, что он на Донбассе был? У меня снимаете, что ли? Да. Зачем? Как бы правильно сказать, жители Рожков надолго задумываются, когда мы спрашиваем об Александрове, как бы чего не случилось. Мы работали вместе. Да, где работали? Организацию одной. С ним или с его родителями? С ним. С ним? И... Ну можете про него просто рассказать? А то... Давайте это самое. О земляке, который находится в Киевском СИЗО, здесь особо и не задумываются. Судя по объявлению, местное население занято другим. Культурно обогащается. Участвуют в конкурсе чтецов в неурочное время. Александров? Да, 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 да. Сегодня показывали в новостях, что убили адвоката у него. Да, 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 да. Нет, больше ничего не знаю. Об обмене грушников на Савченко в селе особо не знают. По телевизору не показывают с интернетом туго. А вот просто была речь о том, что, может, про Надежду Савченко слышали, что вынесли приговоры, может быть, как-то... Да, поменяли бы, я очень довольна была. А что-нибудь по телевизору о приговоре Надежде Савченко слышали? Нет, телевизора нету. Сгорело. Жители поселка Рожки в геополитической ситуации, похоже, не разбираются. Родственники Александрова, видимо, тоже. Они лишь продолжают ждать какого-то неопределенного будущего, которое вряд ли зависит от них. Из Кировской области России Данил Русаков, Виталий Коваленко. Подробности недели, телеканал Интер.